МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чувашия информационная программа «Республика». В студии Татьяна Трофимова. Сегодня в выпуске. Богатый урожай. Аграриев республики с профессиональным праздником поздравил глава Чувашии. Дома, дороги, мост. В Чебоксарах проверили строительные объекты особой важности. Наука дружбы и добрососедства. Чувашия в третий раз пишет этнографический диктант. Их задача – обеспечение продовольственной безопасности страны. Сегодня в республике чествовали работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. О передовиках и достижениях года – сюжет Дмитрия Ковалева. Путин работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности лучших из лучших пригласили сюда, в зал Дома правительства. В свой профессиональный праздник сразу 25 человек получили госнаграды. Усердный труд аграриев отметили благодарностями, почетными грамотами и званиями заслуженных работников Чувашии. Каждый буханки хлеба, каждой кружки молока на наших столах – частичка вашего нелегкого ответственного труда. Каждый является вдохновляющим примером для всех нас. Мне радостно видеть в этом зале ветерана сельского хозяйства Валериана Семеновича Краснова. Хорошо известно Чувашии и за пределами имя доктора ветеринарных наук профессора, академика Кириллова Николая Кирилловича. Более 20 лет Николай Кириллов стоял во главе Чувашской сельхозакадемии, выпустив целую плеяду квалифицированных специалистов. Сегодня профессору вручили почетный орден за заслуги перед регионом. Мы оценили наш труд очень высоко. И думаю, каждый из нас желает более плотнее работать на благо родной Чувашии и великой России. Алифтина Александрова делает жизнь других слаще, трудясь за конвейером конфетно-шоколадного цеха. Сегодня оператор кондитерской фабрики стала заслуженным работником промышленности. Любила работу. Очень хорошо любила. Трудился. Вот тянет туда же. До сих пор работаю пенсионеркой, хотя работаю. Как на праздник иду. Среди награжденных механизаторы, доярки, ветеринары, зоотехники и руководители предприятий. Председатель сельхозкооператива Валерий Шумилов говорит, что заниматься агробизнесом в республике становится выгодно. Хозяйство СКП имени Гарламаса в основном занимается животным осом, растением осом. По животным у нас по голове 930 голов крупного рогатуса, из них 300 голов дойного стадоцкого. Всегда отмечают наши достижения. Итоги развития агропрома подводили в торжественной обстановке. На протяжении года за звание лучших боролись муниципалитеты в призерах Яндикова, Батырева и Вурнары. В этом году в республике произвели больше молока, яиц и мяса. Несмотря на капризы погоды, аграрии собрали неплохой урожай зерна, картофеля и хмеля. Второй хлеб и зеленое золото для региона – перспективные культуры. Бобов намолочено более 628 тысяч тонн. Несмотря на непростые погодные условия, собрали хороший урожай овощей. Делаются уверенные шаги по возрождению хмелеводства. Второй год подряд закладывается порядка 20 гектар хмельников. В этом году собран первый отечественный хмелеуборочный комбайн. Продукция предприятий республики пользуется спросом. Объемы экспорта превышают 20 миллионов долларов, но эти цифры надо увеличивать. Михаил Игнатьев отметил, что сейчас неплохие перспективы открываются у рыбных хозяйств и мясокомбинатов. Задача на перспективу – нарастить долю экспорта в два раза. В сфере АПК активно реализуют инвестиционные проекты. В следующем году начнет работу инновационный тепличный комплекс. С его вводом республика будет обеспечена овощами закрытого грунта. И агропромышленный комплекс в целом за последние годы устойчиво развивается не только на территории нашей родной республики, а вообще динамично и устойчиво развивается на всей территории нашей любимой России. Несмотря на погодные условия, сельхозтоваропроизводители всех форм собственности, применяя современные инновационные технологии, подстраиваются под погодные условия. Сельхоз год завершен. Теперь можно и отдохнуть. На арене Ледового дворца красочное шоу и концертная программа. Вот эти дети, которые пришли поздравлять, они зажгли сердца селян. Они уже в 2019 году еще больше будут производить качественные сельхозтоваропроизводители. Дмитрий Ковалев и Павел Иритков. Республика. За 2 миллиона рублей в Новочебоксарске отремонтировали двор на бумаге. Это один из примеров нецелевого использования бюджетных средств. Об этом и других случаях говорили на заседании антикоррупционной комиссии. Работу по программе формирования комфортной городской среды подрядчик не выполнил, а деньги получил. Бумажным документом предоставлена информация, что объем работы выполнен, а в ходе уже проверочных мероприятий выявлено, что листами саженные данные и оплачена работа, которая не выполнена. Кто подписывал наркотик? Комида называйте. Михаил Васильевич, к сожалению, у меня есть данный кондитор. Глава региона поставил задачу разобраться в ситуации и наказать виновных. Республиканский Минфин провел 31 проверку по реализации госпрограммы развития жилищного строительства и сферы ЖКХ. Выявлено нарушение, которое подлежит восстановлению бюджета на 25 миллионов рублей. Восстановлено на 31 октября 9,7 миллиона рублей. За работой госслужащих следит и прокуратура республики. В результате проверок наказали 800 человек. Количество выявленных прокурорами в 2018 году коррупционных правонарушений и преступлений в сфере ЖКХ и жилищного строительства увеличилось значительно. В целях их устранения в адрес органов государственной власти и местного самоуправления были внесены представления. И по требованию прокурора два высокопоставленных должностных лица уволены со службы в связи с утратой доверия, тоже по материалам оформленных всеми правоохранителями. Это результат комплексной работы, отметил Михаил Игнатьев. Татьяна Леонтьева, Павел Рядков, Республика. Глава администрации столицы побывал на строительных объектах, завершение которых на особом контроле. Ведь в их реализацию вложены средства федерального и республиканского бюджетов. Вместе с Алексеем Латоковым в микрорайон Солнечный приехали депутат Госдумы Леонид Черкесов, представители подрядных организаций. Картина впечатляющая. Многоквартирные дома растут один за другим. Параллельно идет укладка дорожного полотна. Новый участок должен связать микрорайон с ближайшей городской трассой. Республика вошла в федеральную программу, стимулирующую развитие жилищного строительства. Поэтому особенно важно сдать ее в срок, подчеркнул Леонид Черкесов. Рельеф местности достаточно сложный. Рядом протекает река Кукшумка. Есть сложности, где мы видим, выпрямляем русло реки, для того, чтобы дорогу построить. Но эти все согласования рыбхозам, они все сделаны. Идет укладка дорожного полотна. Устраиваем песчаные основания, щебеночные, видите. Ливневая канализация около 80% уже построена. Срок сдачи 550-летию города, эту дорогу открыть и запустить. По контракту 1 августа, завершение всех работ. Сложности были с проектно-сметной документацией. Долго готовили проект, долго проходили согласования, получали экспертизу. То есть это заняло очень много времени. Поэтому мы поздно объявили торги, поздно определили подрядчика. И сегодня, не совсем уже в сезон, приходится выполнять эти работы. Но современные технологии позволяют проводить строительство дорог и укладку первого слоя асфальта в зимний период. Мы, не нарушая технологий, как уже сказал, до Нового года должны выполнить, запланировать. Ведется в городе, вы видите тоже, масштабное строительство дорог. В этом году больше чем 2 миллиарда 250 миллионов рублей в городе осваивается. Это и мост, это и безопасные качества на дороге, строительство этих дорог. Мы работаем совместно с депутатами Государственной Думы, с правительством. Глава республики нас поддерживает и обеспечивает финансирование, ведет контроль. До зимы подрядчики планируют уложить первый слой асфальта и бордюры. Контуры Нового Московского моста проглядываются уже отчетливо. Его расположение практически в центре столицы позволяло горожанам больше двух лет вплотную наблюдать за строительством непростого инженерного объекта. С учетом дорожной ситуации подрядчики использовали особые технологии, позволяющие вести реконструкцию и не перекрывать движение на важнейшей транспортной артерии. Специалисты утверждают, что технически мост будет готов 20 ноября. Планируем до 27 ноября получить акт ввода в эксплуатацию и 27-го пустить движение по мосту. Все по плану, опасений нет. Подрядная организация подошла к выполнению работ ответственно. Проблем серьезных не было ни с подрядчиком, ни с проектировщиками. В рабочем порядке мы все вопросы снимали. Запустили в прошлом году первую часть моста планово, практически без боев. Подрядчик добросовестно выполняет работы на объекте. Время осталось совсем немного, горожане ждут этого объекта. Сейчас идет установка отбойников, формируются откосы. Благоустройство части набережной тоже под контролем. Параллельно с реконструкцией шло расширение дорожных подъездов. Переносились коммуникации, строились очистные сооружения. Освоено более полутора миллиардов рублей. Совсем скоро мост заработает в полную мощность. В детском технопарке «Кванториум» завершился муниципальный чемпионат профессионального мастерства школьников «Юниор-профи». В нем приняли участие почти 50 команд. Это из самого «Кванториума» и 16 чебоксарских школ. В течение трех дней ребята соревновались по пяти компетенциям. Прототипирование, сетевое и системное администрирование, мультимедийная журналистика, мобильная робототехника и лабораторный химический анализ. Муниципальный чемпионат проходит второй раз, и каждый в три этапа. Поэтому среди участников немало ребят с большим опытом. Во всяком случае, они уже научились организовать свою научную деятельность. Как говорит наш эксперт, это не должно быть такого, чтобы было вдохновение или не было вдохновения. Нужно всегда работать, должно получаться вне зависимости от того, какое у тебя настроение. Потому что мы же развиваем наши профессиональные навыки. Победители муниципального этапа станут участниками регионального чемпионата «Джуниор-скиллз», который пройдет в декабре и на котором отберут команды для всероссийских состязаний. Организаторы стараются заранее адаптировать ребят к национальному чемпионату. Мы проводим мониторинг среди школ города Чебоксары, где выявляем самые востребованные направления и добавляем именно эти компетенции. В этом году у нас лабораторный химический анализ и мобильная робототехника. В деловую программу муниципального чемпионата вошел семинар, на котором изучили основы компетенции по приему ультракоротких волн сигнала с метеоспутников. Эти знания ребята смогут применить в конкурсе школьных команд Роскосмоса. Проверить знания о родной стране, ее истории, культуре и традициях. В Чувашии сегодня, как и по всей России, все желающие писали большой этнографический диктант. 30 вопросов, 20 из которых об истории и этнографии народов России, а 10 – о малой родине Чувашии. Время подумать – 45 минут. Всероссийская акция проводится третий год подряд. Желающих в ней поучаствовать все больше. Нужно знать свою историю, историю своей родины и нашего народа. Поэтому я считаю, что каждый человек должен принимать участие в подобных акциях. Это делает нас целеустремленнее. И именно человек, знающий свою историю, всегда будет смело смотреть в будущее. Не зная своей истории, истории своего народа, невозможно знать будущего. В Чувашии диктант писали на 13 площадках. Вообще принять участие можно было, находясь в любой точке планеты по интернету. И даже сейчас еще можно пройти тест дистанционно – до 5 ноября. В этнографическом диктанте, кстати, не только вопросы, связанные с историей того или иного народа. Встречаются и такие, где необходимо знать законы, итоги переписи и еще много интересных фактов. Один из таких интересных вопросов у меня вызвало интерес – это, как называется, старинная велирная техника народов, мастеров Костромской области. Вот, казалось бы, Кострома рядом, и вот сидишь и думаешь, и анализируешь, какие же там технологии были, чем они занимались, народы. Примерно связываешь с местностью. Тоже аналогичный почти вопрос был связанный с Уралом. Правильные ответы на вопросы опубликуют 10 ноября, а результаты – 12 декабря. В прошлом году свои знания проверили 900 жителей республики. 4 ноября вся страна отметит День народного единства. В столице Чувашии к празднику подготовлена большая программа. На Красной площади в 11 утра начнется митинг-концерт. В 13 часов в Доме дружбы народов состоится пятый фестиваль национальных культур «Единая семья народов России». В программе творческие номера, выставка народных промыслов и дегустация национальных блюд. Напомним, 4 ноября отмечается и Большой православный праздник – День Казанской иконы Божьей Матери, которая считается покровительницей России. В честь этого события в Чебоксарах в 10.30 пройдет крестный ход от Веденского собора до Храма Рождества Христова. Кроме того, 4 ноября подготовлена и большая спортивная программа. В центре маунтинбайка пройдет чемпионат по гиревому спорту на призы газеты «Хэпар». Все любители здорового образа жизни смогут принять участие в третьем фестивале оздоровительной ходьбы «Здоровье на Волге», который пройдет 5 ноября. Местом встречи станет Московская набережная столицы Чувашии. Желающие смогут пройти регистрацию там же в 10 часов. При себе необходимо иметь паспорт. Подробнее ознакомиться со спортивной афишей и узнать о культурных событиях можно на сайтах Минспорта и Минкультуры Чувашии и администрации Чебоксар. Это все новости на сегодня. Впереди еще блок интересной и полезной информации. А я с вами прощаюсь и желаю вам хороших выходных. Что никогда не бывает лишним в гардеробе каждой представительницы прекрасного пола? Любая девушка с легкостью ответит на этот вопрос. Платья. Их, как известно, много не бывает. Маленькое черное, кружевное, с валанами, в стразах или с орнаментом. Платье всегда преображает. Это верный помощник в борьбе с хандрой и лучший друг в попытке привлечь внимание. Подобрать качественное, стильное и, главное, недорогое платье можно здесь, в магазине «Филео». «Филео» – известная швейная фабрика, которая занимается производством качественной женской одежды. Наше преимущество – качественная одежда, которая производится на высококачественном оборудовании, только из качественных тканей фабричного производства Китая, Кореи, Турции. Доступные цены. Широкий модельный и размерный ряд 42 по 64 размеры. Блузки, брюки, жакеты и юбки – вот уже пять лет магазин радует своих покупателей широким ассортиментом. Любая продукция «Филео» – образец идеального лекала, который подойдет именно вам. А я пришла в парикмахерскую, а тут смотрю, соседняя дверь, платье красивое. Думаю, зайду, посмотрю. Я как раз давно хотела платье купить себе. Вот, посмотрела, мне понравилось, выбор большой. Ну, и качество ткани хорошее. Убираю себе платье, чтобы ходить на работу, в гости, ну, чтобы, как говорится, и в мир, и в пир. Покупательницы магазина уже задумываются над тем, в чем встречать Новый год. Марина Петрова – одна из них. «Филео» она как раз пришла за платьем к празднику, а магазин ей посоветовала подруга. Я только как увидела это платье, мне оно очень понравилось. Решила померить. Оно село, как на меня. Но качество хорошее, ткань хорошая. И село хорошо. Ну, мне понравилось. Я, наверное, это платье куплю. А приобрести платье, как и любую другую вещь в магазине, можно как за наличный, так и безналичный расчет. Есть и подарочные сертификаты. Здесь действует гибкая система скидок. Кстати, сейчас в магазине распродажа. Вселетняя коллекция со скидкой 50%. Подобрать деловой образ на работу, праздничный наряд или просто повседневную одежду можно здесь, в «Филео». Вас ждут по адресу улица Богдана Хмельницкого, 57А, второй этаж. С 9 утра до 7 вечера в будни и до 6 выходные. Магазин находится в 200 метрах от остановки. Приходите, здесь ждут именно вас. Небольшой мастер-класс по робототехнике прямо в коридоре. Привезти каникулы с пользы в ЧГПУ имени Яковлева предлагают прямо с порога. Здесь проходит осенняя каникулярная школа. Участники – 45 учеников педагогических классов республики. Я сам посещаю этот класс уже второй год. В этом классе я являюсь старостой или председателем, кому как удобнее говорить, этого класса. Мы занимаемся с детьми. Сначала просто ходим на уроки, слушаем, как опытные учителя объясняют информацию, записываем, слушаем. А после этого мы заменяем самих учителей. Когда ты работаешь с детьми, когда они тебя понимают, это такое счастье, что ты им объяснил, что ты им смог. Экскурсии в музеи, тренинги, мастер-классы, квесты. Два дня школы насыщены. Особая роль – подготовки к единым государственным экзаменам. 20-е задание теперь переместили к шестым заданиям в вашем тексте. Это в этом году изменения. Теперь шестым заданием как раз найти лишнее слово в данном предложении. Мы планировали поступать в ЧГПУ. Мы безумно благодарны, что у нас появилась такая возможность, как осенняя каникулярная школа, в которой мы смогли поучаствовать. Мы вынесли для себя очень много отсюда. Познакомились побольше с вузом, увидели аудитории, увидели, какие тут узнали, какие тут есть именно объединения. Осенняя каникулярная школа проходит впервые. В будущем такие занятия планируют проводить регулярно во время зимних и весенних каникул. Мы очень надеемся, что ребята приобретут не только знания по разным дисциплинам, но и проникнутся университетским духом, проникнутся нашей атмосферой, для того, чтобы через год-два, кто-то, может быть, через три года станет нашим студентом и осознанно войдет в педагогическую профессию. Профессию, которая сегодня востребована, наверное, как никакая другая профессия в нашей стране. Мы надеемся на то, что к нам придут лучшие представители педагогических классов нашей республики. Выглядеть стильно в любую погоду мечтает каждая представительница прекрасного пола. А если при этом вещь хорошего качества и по доступной цене, это вдвойне приятно. Воплощает мечты в реальность ярмарка верхней одежды «Ермак». Яркие цвета, разнообразные фактуры и внушительный размерный ряд от 42 до 72 размера. Здесь любой может подобрать модель, подходящую именно ему. Ассортимент очень большой, конечно, выбор очень большой. Вот три модели выбрала, теперь будем выбирать одну, которая подойдет. Хотелось бы пуховик, можно синтепоном, хоть что. Лишь бы подошло. Но я вот люблю мягкие куртки, чтобы мягкая она была. Не жесткая, не дубовая. Вот это вроде села. Соотношение цена-качество на ярмарке просто идеальное. Здесь цена фабричных вещей от российских производителей не кусается. Анна Кенина пришла сюда за зимней курткой. Как раз недавно на ярмарку поступила новая теплая коллекция. Я выбираю куртку на зиму. Зима будет, надеюсь, холодная, чтобы куртку носить можно было. Ассортимент довольно-таки большой. Есть выбрать для всех возрастов. Эту куртку, да, я собираюсь взять. Я ее увидела, померила, она мне понравилась. Для верхней одежды главное – хороший утеплитель. Вещь должна хорошо сохранять тепло, но при этом быть легкой и удобной. На ярмарке можно встретить различные вариации утеплителя. От классического синтепона и пуха до ультрасовременного тинсулейта. Есть варианты для любителей натурального меха. У нас есть отличные дубленочки, то есть с лазерной обработкой, отделка, натуральная норка. Очень качественные, хорошие модели. Все производится у нас на фабриках. Более 5000 моделей курток, пальто, дубленок, ветровок. Здесь каждый найдет себе обновку по душе и кошельку. И самое главное – все цены у нас оптовые. Допустим, осеннюю курточку можно приобрести всего лишь за 2200 рублей, а теплый зимний пуховик за 2980 рублей. На ярмарке верхней одежды можно одеть всю семью без ущерба для бюджета. Она работает с 10 утра и до 8 вечера, без обеда и выходных. Вас ждут по адресу улицы Максима Горького, 49, торговый центр «Максидом». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова